Привет! В сегодняшнем видео я постараюсь разобрать все задачи первой части ЕГЭ профильного по... на тему вероятность. Итак, не будем тратить время, задач много простых и не очень. Давайте начнем, предлагая начать с первой задачи. Итак, да давай маркер уже, нажимайся, ядрен макарон. Итак, задача номер один. В кармане у Миши было 4 конфеты. Грильяж, белочка, коровка, ласточка, а также ключи от квартиры. Наверное, это отдельно. Ключи от квартиры. Вынимая ключи, Миша случайно выронил из кармана конфеты, но есть вероятность, что она грильяж. Ну, в общем-то, вероятность, что это грильяж. Вероятность мы считаем количеством подходящих на общее количество. Грильяж у нас одна, конфеты у нас 4, 0,25. Просто волшебная задача для того, чтобы попасться вам на экзамене. Продолжаем. Номер два. На экзамене вынесено 60 вопросов. Андрей не выучил 3. Найдите вероятность, что ему попадется выученный. Раз 3 не выучил, значит 57 выучил. Ой, 57 шестидесятых. Можно посчитать вероятность того, что он получит. Невыученный вопрос – это 1,20 или 0,05. И вычесть из единицы вероятность того, что он не выучил, получим 0,95. В общем-то то же самое мы получим, если поделим 57 на 60. Вот. Следующее. В среднем из 1400 садовых насосов, поступивших в продажу, 7 подтекает. Найдите вероятность, что насос не подтекает. То же самое. Найдем вероятность, что подтекает. Скратим на 7. Одна двухсотая. Множим на 5. Пять тысячных. 0,05. А всё остальное, а именно 0,995 – это вероятность, что не подтекает. Готово. Едем дальше. Фабрика выпускает сумки. В среднем 8 сумок из 100 имеют скрытый дефект. Найдите вероятность, что купленная сумка без дефектов. Это 0,92. Вообще легкотня. 0,92. То же 92 сумки без дефектов. При производстве в среднем. А вот тут, в пятом. На каждые 2,982 исправных насоса приходится 18 неисправных. То есть, эти чисто исправные, эти неисправные. А всего 3000. То есть, здесь всего общее количество. Это 3000. Найдите вероятность, что купленная сумка без дефектов. Ой! Найдите вероятность, что я выбрал насос неисправный. Неисправные это 18... Трёхтысячных. Всё шикарно. Сокращаем на... Три, давайте. Получится 6 тысячных. 0,006. Или стоп. Да, неисправные. 18 из 3000. Всё чудненько. Если я где-то ошибся, говорите. Так. Следующая, шестая. Фабрика выпускает сумки в среднем из 190... На 190 сумок приходится 8 со скрытыми дефектами. То есть, на 190 качественных, 8 некачественных. В сумме 198. Это важно. Найдите вероятность, что купленная сумка окажется качественной. Значит, качественных 190 всего 198. Дальше мы округляем до сотых. Сейчас я считать не буду. Вот. Учтите просто, что здесь общее количество. Это именно... Так, давай-ка ты уйдёшь отсюда. Спасибо. Так. Тихо. Вот. То есть, обратите внимание, что на 190 качественных, 8 некачественных. То есть, не из 190, а на каждые 190 качественных. Вот. Поэтому здесь вероятность будет вот такой. И опять же, можно посчитать 8 198 и вычесть из единички. Потом получится то же самое. Сколько бы там ни было. Так. Седьмая замороченная. Но, если поймёте, будет всё круто. На рок-фестивале выступают группы по одной из каждых заветных стран. По этой выступлению пресс-жебием. Какая вероятность, что группа из Дании будет выступать после группы из Швеции и Норвегии? Итак, у нас есть Дания, Швеция и Норвегия. И они выступают либо в таком порядке, либо в таком порядке, либо в таком порядке. Я тут особо логику не соблюдал, но я думаю, что вы сможете расставить три штуки в разных комбинациях. Это получается у нас 1-2-3, 2-1-3, потом 2-3-1, 3-2-1. Блин. Ну, короче, вы поняли, я думаю. Вот, комбинаторика. Так вот, нам нужно, чтобы группа из Дании будет выступать после группы из Швеции. То есть, а, и Норвегии. То есть, Дания, чтобы последняя была. Получается, вот эти два варианта на походе из шести. Две шестых. Это 1-3. Это 0-33. По идее... Ну да, крулите до сотых. Вот, собственно, и ответ. Вот, то есть, достаточно так. Можете просто запомнить подход. И потом, если что, его воспроизвести. Если что-то будет непонятно, пишите. Так, в некотором городе из пяти тысяч появившихся на свет младенцев, мальчиков вот столько. То есть, частота появления мальчиков две с половиной тысячи мальчиков на пять тысяч. Чуть больше, чем 50%. Найдите частоту рождения девочек. Ну, соответственно, девочек рождается на пять тысяч. Две тысячи четыреста восемьдесят восемь. А все остальные мальчики... Ну, у нас девочки, это все остальные. Не может появиться никто, кроме мальчиков и девочек. Я надеюсь. Ну, и еще чужой. Так. И останется поделить. Вот, я думаю, что вы справитесь с этим. Можно умножить на два. У нас получится четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть десятитысячных. Соответственно, это ноль, четыре, девять, семь, шесть. Вот так. Окей. На борту самолета двенадцать кресел, расположенные рядом с запасными выходами и восемнадцать за перегородками. Все эти места удобные. Остальные места неудобные. Пассажиры высокого роста на дефиратность, что... Достается удобное место. Нам сказано, что все удобные, поэтому и эти, и эти нам подходят. Трехсотых. Получается, тридцать трехсотых. Ноль целых, одна десятая. Шикос. Смотрим дальше. На Олимпиаде по русскому языку двести пятьдесят разместили в трех аудиториях. У нас есть три аудитории. В первых двух по сто двадцать. Оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. А осталось сколько? Десять человек. Ну да, вроде. Найдите вероятность того, что все выбранный участник писал олимпиаду в запасную аудиторию. Ну, получается, что вероятно, что десять писали в запасной аудитории из двухсот пятидесяти. Сокращаем на ноль. Одна двадцать пятая. Умножаем на четыре. Четыресотые. Ноль целых. Четыресотых. Кайф. Легкотня. Так. А вот одиннадцатая уже не такая очевидная. Значит, в классе двадцать шесть участников. Учащихся. И из них два друга. Андрей и Сергей. Найдите вероятность. Значит, их разбивают на две разные группы. Найдите вероятность, что Андрей и Сергей окажутся в одной группе. Смотрите. Тут мы одного из парней, например, Андрея, пускаем в рандомную группу. Например, он идет сюда. Все. Одного парня мы рассадили. Причем он как бы пойдет либо в одну, либо в другую со стопроцентной вероятностью куда-то сядет. А дальше у нас в его всего, так как двадцать шесть, то вот здесь под тринадцать мест. И здесь тринадцать мест. Так как Андрюха уже сел, осталось двенадцать мест. А здесь осталось тринадцать мест. Нам нужно, чтобы Серега попал сюда. Серега, да? Да. Значит, подходящих мест с Андреем в группе осталось двенадцать. А всего мест осталось свободных. Двадцать пять, потому что Андрей по-любому занимает одну. Значит, вероятность того, что они будут вместе, двенадцать. Двадцать пятых. Домножаем на четыре. Это сорок восемь сотых. Вуаля. В группе туристов тридцать человек. Их вертолетом несколько приемов выбрасывают трудодоступный район по шесть человек. Порядок, которым вылетает. Найдите вероятность, что турист П полетит первым рейсом. Ну, шесть тридцатых. Либо пять рейсов. Одна пятая. Ну, в общем-то, что одно и то же. Ноль целых две десятых. Отлично. Тринадцать задач позади. Примерно двадцать пять процентов. Так, вероятность того, что новый DVD проигрывается в течение года, поступит гарантийный ремонт равна ноль сорок пять. Значит, у нас есть вероятность. А по факту из тысячи проданных в мастерскую поступили, можно сказать, это фактическая чистота. Пятьдесят одна тысячная. Ноль ноль пятьдесят один. То есть, вероятность была чуть поменьше, чем фактическая. Насколько отличается частота событий от его вероятности? Ну, в общем, вычитаем просто и получаем ноль целых ноль ноль девять разница. Да? Нет. Не ноль ноль девять. Шесть. Шесть тысячных. На шесть DVD-шников отличается. Кто-то еще смотрит DVD? Задача из девяностых годов. Так, механические часы с двенадцатичасовым циферблатом. Так, двенадцать часов. Это как-то так. А еще вот так. И вот так. Криво, конечно, но ничего. Найдите вероятность, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 10. И не найдя до отметки 1 час. Одиннадцать, двенадцать. Главное нарисовать, потому что это геометрическая вероятность. Прошла отметку 10 и не прошла час. Это либо здесь, либо здесь, либо здесь. Из двенадцати отделов нам подходит 3, чтобы стрелка была где-то вот в этой зоне. Получается 3 из 12 кусочков пиццы. На эти картинки нам подходит. Это 1,4, 0,25 вероятность. То есть, здесь недостаточно вычесть там из 10 и 1 или как-то еще. Только нарисовать. Так, за круглый стол на 9 стульев. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Да, не очень красиво. Ну, короче, вот так и пусть их будет 9. Давайте кого-нибудь выселим тогда. Кто близко сидит. Так, вот здесь никого нет, если что. Если кто-то спросит. Тут никого нет. Так, 9. Высаживайте 7 девочек. 7 мальчиков, 2 девочки. Найдите вероятность, что обе девочки будут сидеть рядом. Тут, как и с пацанами. Мы одну девочку сажаем куда-нибудь. И выходит, что у нас для второй девочки подходящих мест, чтобы они сидели рядом, 2 штуки осталось. А всего места осталось 8. То, что одна уже сидит. 8 мест свободных. Соответственно, вероятность, что она сядет куда надо, рядом с девочкой первой, 2 восьмых. 0,25. Довольно частый ответ. Среди задач на вероятность. Так, то же самое, когда у нас 5 стульев рассаживают 3 девочки, 2 мальчика. Только тут вот будут сидеть рядом, а тут не будут сидеть рядом. Давайте нарисуем круглый стол. 1, 2, 3, 4, 5. Сажаем одну девочку. Вероятность, что вторая будет сидеть рядом, это 2 четвертые. 0,5. А то, что не будут сидеть рядом, получается, что если мы одну из девочек сажаем сюда, то вторая должна сесть либо сюда, чтобы, как там, не будет сидеть рядом. Так. Девочки, получается, либо сюда, либо сюда. Тогда они не будут сидеть рядом. Ну, это тоже 2 четвертых. Все. Так. Дальше круче. 201 стол. Я, пожалуй, не буду его рисовать. Делаем схематично. Итак, 201 раз. На один стул. Какая-то задача про стулья, знакомая. Где-то я уже слышал. Одну девочку сажаем на этот стул. Остается 200. Общее количество оставшихся. А так, чтобы между девочками сидел один мальчик, вторая должна сесть либо сюда, либо сюда. Тогда между девочками будет мальчик. Получается, подходящих мест 2. И все. вероятность 2 двухсотые или одна сотая или одна сотая. Вот так. То есть, не надо 199 мальчиков всех вырисовывать. Так. 9 стульев то же самое, 17 стульев то же самое. Можете потренироваться. Сейчас разбирать не будем. Думаю, с этим все понятно.